Всем привет! В этом видео пойдет речь о ресайзере изображений AI Gigapixel. Зачем аниматору ресайзер? Давайте представим несколько ситуаций. К примеру, вы используете растровые задники для своего мультфильма. Задник был нарисован в разрешении вашего проекта, но потом оказалось, что в сцене есть наезд камеры. То есть задник должен быть увеличен, а исходное разрешение этого не позволяет. Ну или вы хотите перевести свой проект с Full HD в 4К Ultra HD. Анимацию в векторе перерендерить не проблема, но растровые задники оказались без двукратного запаса в разрешении. Или вы просто хотите увеличить разрешение своих рисунков. А если у вас вовсе не осталось исходников, то можно даже увеличить разрешение целого мультфильма. Но это уже в крайнем случае, когда других вариантов совсем нет. Казалось бы, в After Effects есть эффект Detail Preserving Upscale, который предназначен для этих целей. Сейчас мы сравним его с тем, что нам предложат AI Gigapixel. Сперва я загружу изображение размером 1280 на 720 пикселей в АЕ, увеличу его размер в полтора раза, используя эффект Detail Preserving Upscale и сохраню результат в PNG файл. Потом я загружу то же изображение в AI Gigapixel. Также увеличу разрешение в полтора раза и сохраню результат. Давайте сравним результаты и добавим к сравнению изображения, увеличенные с помощью фотошопа. Иногда можно добиться еще более лучшего результата, если увеличить изображение в 4 раза с помощью AI Gigapixel, а потом в фотошопе уменьшить его в 2 раза. Изменения нельзя назвать кардинальными, но разница все же видна. Все дело в том, что обычные ресайзеры просто интерполируют исходные пикселы, добавляя между ними среднее значение, что делает увеличенное изображение мыльным. Опция Preserving Tales пытается искать грани изображения и сохранять их более четкими. Но это все равно далеко не всегда позволяет получить хороший результат. А вот AI Gigapixel использует нейросети. И благодаря глубокому изучению разницы среди большой и маленькой версии изображения миллионов фотографий, воспроизводит недостающие детали. Но хочу подчеркнуть, что результат зависит от исходного изображения и его качества. Давайте теперь разберемся, как пользоваться программой. В этом примере я использую скриншот, который не только низкого разрешения, но еще и пережать и имеет кучу артефактов, чтобы лучше показать функционал. Но учтите, что работа с таким материалом далеко не всегда даст хороший результат. Для начала откроем окно Preview в нижнем левом углу. Слева мы видим оригинал, справа ожидаемый результат. Выберем подходящий участок изображения и перейдем в панель Scaling. Здесь есть несколько режимов Resize. Scale позволяет задать число в сколько раз увеличить изображение. В 2, 4 или 6. Width и Height позволяют задать разрешение по ширине и высоте. Я остановлюсь на ширине и назначу на ней 1920 пикселей. Перейдем к параметру Noise and Blur Reduction. Он чистит исходное изображение до апскейлинга. Так как исходное изображение имеет отвратительные артефакты от сжатия, мы можем попробовать воспользоваться этим параметром. Сперва попробуем Low. А потом и High. Смотрим ожидаемый результат в окне Preview. Мы видим, что артефакты ушли, но и текстура слезалась тоже. Потому будьте осторожны и не используйте его по умолчанию. Теперь перейдем в панель Output. Выбираем, куда сохранить увеличенное изображение в выпадающем меню Save To. Source Folder – это папка исходного изображения. Или Custom Folder – любая папка на выбор. Я использую текущую папку в этот раз. Output File Name – это то, что будет дописано в конце или начале имени файла при экспорте. Я оставлю без изменений. File Format – выберу PNG. Так как всегда использую этот формат, чтобы защитить исходное изображение от нежелаемого сжатия. В очередь можно назначить несколько изображений. Или даже секвенцию изображений для работы с анимацией. Но сейчас у меня в работе только один файл. И я жму Start, чтобы экспортировать его. Давайте посмотрим результат. Посмотрим еще несколько примеров с рисунками. Результат не во всех случаях будет супер. Но иногда он просто впечатляет. Результат не во всех случаях. По примерам видно, что Photoshop с параметром Preserve Details 2.0 справляется неплохо, когда работает с ровными гранями. Но совершенно не справляется с текстурами и мелкими деталями. В то время как AI Gigapixel не растягивает текстуры, а как бы пересчитывает их, сохраняя их детализацию. Обратите внимание на зернистую текстуру на лице персонажа. На этом примере. Разница детализации хорошо видна на бетонных плитах внизу экрана. У меня есть один и тот же задник в двух вариантах. 1280 и 1920. Так вот, я увеличил варианты размером в 1280 пикселей до размера Full HD. А то, что был в Full HD, увеличил до 4К Ultra HD. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я решил выжать все соки из программы и поставить ей задачу не из легких. А именно, увеличить рисунок размером 273 пикселя на 141 до размеров 1920 на 994. Сперва казалось, что это невозможно, так как даже Gigapixel предложил мне не совсем четкий результат. Но потом я начал экспериментировать и понял, что можно получить разные результаты, если увеличивать изображение не сразу в полный размер, а поэтапно. С 273 пикселей до 400, с 400 до 800 и так далее. А также, если сначала увеличить вдвое, потом уменьшить на 340% и увеличить снова, то результат также будет другой. Конечный результат я собрал с помощью масок из разных вариантов того, что предложил мне Gigapixel. Я не дорисовал ни одного лишнего пикселя. Ну а теперь рубрика «Тебе надо, сами чини!». Если вам нужно увеличить изображение с альфа-каналом, то вы наткнетесь на проблему. Само изображение увеличится качественно, а вот альфа-канал просто размоет. В текущей версии есть такая проблема, но она решаема. Нужно увеличить альфа-канал отдельно от изображения. Для этого откроем исходное изображение в фотошопе. Нажмем Layer, Layer Mask, From Transparency. Таким образом мы конвертировали альфа-канал в маску. Копируем его из маски, вставляем в новый слой и сохраняем в PNG-файл. Теперь увеличим этот файл и используем его в фотошопе в качестве альфа-канала для ранее увеличенного PNG-изображения. Как видно, результат теперь намного лучше. Советую вам обратить внимание на эту замечательную программу, которая меня реально удивила. Но помните, не стоит делать контент, полагаясь на то, что размер ваших изображений будет специально увеличен этой программой. Всегда делайте изображения в разрешении с запасом. Ну а если что, AI Gigapixel подстрахует. Удачи!